Торжественным концертом отметили Международный день пожилых людей в городском центре оказания специальных социальных услуг. Мероприятие, подготовленное силами сотрудников и подопечных дома престарелых, также было посвящено 50-летию учреждения, которое на протяжении полувека является родным домом для тех, кто в силу разных жизненных причин оказался на попечении государства. Сегодня, несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения, подопечные центры проводят свой досуг с пользой для здоровья и раскрывают свой творческий потенциал. Это первое официальное торжественное мероприятие с начала текущего года. Готовились к нему подопечные дома престарелых очень тщательно, ведь в течение двух месяцев действия ограничительных мер пожилые люди, входящие в группу риска, и сотрудники учреждения находились в изоляции. Под запретом были посещения и выходы в город, но все с пониманием отнеслись к карантину и соблюдали необходимые санитарные требования, при этом продолжая работать и предоставлять подопечным весь спектр услуг. У нас был двухмесячный карантин с полной изоляцией сотрудников и получателей услуг, которые не выходили из учреждения. Это был апрель-май месяц, и в июле еще повторно у нас был карантин с полной изоляцией, который недавно только прекратился, 16 сентября. Поэтому я хочу поблагодарить своих получателей услуг и сотрудников, которые в это трудное время, во время карантина, оставив свои семьи, проживали вместе с получателем услуг и оказывали им эти услуги, которые мы предоставляем. Надо сказать, что в силу трудового воспитания и несмотря на пожилой возраст, получатели услуг не сидели два месяца без дела. Во время ограничительных мер многие посвятили свое свободное время декоративно-прикладному ремеслу. Два месяца карантина не прошли даром для подопечных дома, престарелых, все это время они провели с пользой. Вот здесь представлено на выставке более 100 работ, сделанных на разную тематику. Здесь можно увидеть и сказочные персонажи, и работы, посвященные 175-летию Абая. Также здесь есть работы, посвященные 75-летию Победы. Среди получателей услуг особое внимание заслуживают представители старшего поколения, прошедшие через тяготы войны. Надежда Григорьевна Синица, труженица тыла, с малых лет она работала в колхозе. В 1944 году она, будучи выпускницей школы, сразу же приступила к трудовой деятельности в детском доме. За самоотверженную работу в годы войны и в честь 75-летия Победы она и другие представители огненного поколения были награждены юбилейной медалью. Только школа закончила в 1944 году, учиться-то некуда было ехать. И всю жизнь были чернорабочими, ничего не кончало. А всю жизнь только работала. В колхозе работали, вот и за что и заработали. Концерт, приуроченный ко дню пожилого человека, был подготовлен силами подопечных центра. Это торжественное мероприятие они также посвятили 50-летию социального учреждения, ведь он в буквальном смысле стал для них родным домом. Помимо вокальных номеров, они провели конкурс «Шляп», которые были сделаны руками участниц конкурса. При этом к креативности и дизайнерскому подходу в изготовлении головных уборов могут позавидовать даже известные модельеры. Созданной теплой атмосферой и своим хорошим настроением получатели услуг постарались отблагодарить сотрудников учреждения за их заботу и доброту в самый сложный период карантина. Спасибо сотрудникам центра, врачам. Здесь мы находились постоянно. Нам создали все условия, обеспечили питанием. Мы соблюдали все необходимые меры, поэтому, наверное, и убереглись от болезни. Сейчас в Центре оказания социальных медицинских услуг города Семей постоянно проживает 155 человек. Еще 20 человек охвачены дневным стационаром. На сегодняшний день все они получают положенную им медико-социальную помощь в полном объеме.